В Воронежском совхозе имени Дзержинского проходит эксперимент по новому методу возделывания картофеля. Вот на таких грядках, шириной около полутора метров, где органические удавления тщательно перемешиваются с землей и сделаны пазы для воздуха, картофель дает значительно больше урожай, чем на привычных рядках. А началось все так. Ну, всему виновата программа «Время». Я увидел уже, правда, конец этой перепередачи в Заворово. Это под Москвой. Под Москвой, да. Раменского района. То, что я увидел и услышал, меня очень заинтересовало. То, что я самолетом туда вылетел, изучить, посмотреть. А в Завадово и увидели воронежцы необычные поля с грядками, услышали, что они могут дать. Да посмотрели машины, которых пока у них нет, чтобы выращивать и убирать картофель без затрат ручного труда. Да, собственно, мы часть техники у них скопировали. Сажалку нам пришлось делать самим, шестирядные, значит, и часть культиваторов для междурядных обработок. Мастера колхозные люди, так что смогли и сделали. Ну, вот сейчас вы перешли на рядные подряд. Какие же вы думаете урожаи получить? Ну, мы в этом году планируем где-то 200 центнеров. Это начало? Начало, да, начало. А потом? А потом, если вот эта новая технология, значит, пойдет нормально, значит, и выше до 300 центнеров. Это примерно в два раза больше, чем совхоз в целом получает? Да. На рядном подряде в совхозе два звена. Двину Гурова смело взялось за эксперимент. Второе занято пока обычными работами. Не каждый пойдет на риск и решает это самостоятельно, поскольку в ответе за свой труд и за конечный результат.